На первый квартал 2016 года запланировано внедрение новых правил размещения временных сооружений. Документ требует детального рассмотрения, так как касается тысяч горожан, отмечает глава профильной комиссии Александр Барняков. Меня довели, что около 30 тысяч человек одесситов завязаны в этой сфере. То есть это те, кто торгует, это те, кто арендует, это те, кто непосредственно там работает, это те, кто заключает эти игры, кто строит. То есть это большое количество предпринимателей, рассчитывающих на этот доход. Нарушение закона в пункте основания для размещения временных сооружений усматривают и юристы. В правилах прописано, что для получения документов необходимо иметь паспорт привязки и договор для пользования местами для размещения временных сооружений. Что является прямым нарушением приказа 244 Министерства регионального развития. Потому что пунктом 2.1 этого приказа установлено, что единственным основанием для размещения временного сооружения является паспорт привязки. В Управлении развития потребительского рынка и защиты прав потребителей Горсовета заверяют, действуют исключительно в рамках принятых правил. Мы в общем-то исполнительный орган, а вы тот, который пишет эти правила. Поэтому как исполнительный орган я не могу не делать ни замечания к имеющимся правилам. Я обязан исполнять то, что написано. Перед последним исполкомом из списка объектов, подлежащих демонтажу, исчез целый ряд временных сооружений, рассказывает депутат от партии «Солидарность» Блок Петра Порошенко Денис Григорьев. Даты продления договоров у них первое число, седьмое число декабря. Соответственно, это произошло за неделю перед исполком. Последние дни. Соответственно, если их нету на карте и управление архитектурой их не утверждало, почему им сейчас продлевают эти же договора и опять дают им возможность там же работать, находиться и захламлять наш город? Начальник профильного управления заверяет, договоры владельцам торговых павильонов, которые не входят в комплексную схему благоустройства, не продлевают. Там, где приняты комплексные схемы, разрешение на продление действия договора этих объектов не выдается. Значит, они предусмотрены действующей комплексной схемой. По факту, временные сооружения, о которых говорит Денис Григорьев, остаются на своих местах. Никаким архетипам не соответствуют, как и санитарным требованиям. Одно такое сооружение около 35 гривен за метр. Соответственно, если 5-7 метров, они платят 200 гривен и этим все заканчивается. Но те люди, которые им сдают их в субаренду, они зарабатывают безумные деньги на этом. Сегодня есть много монополистов, которые узаканивают 10-20 таких сооружений, которые потом лоббируют свои интересы, заключают договора и у них все хорошо. Они просто сдают людям, которые хотят на самом деле заниматься предпринимательской деятельностью. Профильная комиссия предложила ввести мораторий на выдачу разрешения на размещение временных сооружений до тех пор, пока не будут урегулированы все правила такой установки. Алла Есина, Александр Бондарь, Думская ТВ.